Христос воскрес! Воистину воскрес! Ты живой еще? Живой еще. Да что-то тут рассказывает, говорит, совсем слаб, еле дышит. Говорит, что такое? Да ничего, это может быть и показалось. Это твои родственники с чрезмерной любви. Вчера твоя дочь зашла, какой-то бальзам принесла, надо помазать, я едва-едва отбился. Что ты так их воспитал-то? Она готова с собой пожертвовать, все отдать, чтоб только другой не болел. Невероятно. Говорит, болеет, я говорю, так, слушай, а ты у меня как огурчик. Я говорю, так он же у меня насколько старше-то. Нет, я еще болею, я сказал, мазать я не буду, у меня глаз болит, глаз. А как я в глаз-то туда... никак? Так у тебя наружная болячка перестала? Да нет, про что говоришь, про спину? Нет, глаз наружной болячки нету. Нет, наружу у меня не было никогда, я чувствую, внутри там что-то отмирать. Так, подошел Володя. Подожди маленее. Они ходили, не следили на Благовесие, раздавали Евангелие, встречи с людьми. А у вас что там вверху такая, там, где вы сидите? Во, вот так сидите. А что там было? Не знаю. Ну что жуешься-то, бритый? Не жуйся. А она мне дала сейчас апельсинку. Ага. Игнатий, вот это место как, что с шедшим духом проповедовал. Да. Ну и что? Так это, вот, показал мне Сережа ихнюю Библию с толкованием. Там какой-то Брэммерк. Ну да. Ну что? Ты говоришь. Ну подожди, ты не даешь мысли выразить. Вот там о том, что там якобы были те бесы, которые приготовлены к погибели, они, им он проповедовал. Ну это так понимают еретики. Они, каждый из них думает, что до него церкви не было. Никто не понимал. Каждый себя провозглашает истинно понимающим. А полторы тысячи лет никто не понимал. Ну это же глупость просто. Вот так рождается новый эффект. Я сказал, я говорю, это видно. Слушай, чья Библия это? Ну хорошо, хорошо. А как написано, приступали к духам праведников, достигших совершенства, что бесы достигли совершенства? Послание к евреям. Это до креста, которые уходили души. Я это понимаю. Ну а зачем задаешь вопрос? Ну это адвентисты седьмого дня понимают. Вот написано, и увидел я под жертвенником души убиенных. И они возопили, да коли не всишь за кровь нашу. Я говорю, они говорят, они разумные. О, это надо понимать аллегорически. Никакой души у человека нет. Я говорю, как нет? А куда она делась-то? Он не понимает ничего. Почему? Потому что сатана замкнул мозги. Он не соображает. Я говорю, написано, им сказано, успокойтесь на малое время. Да, на одежды. Да коли дополнить число ваше. Тут разговор идет. Души, души. Нет, он не принимает. Почему? Потому что он обречен на мучения. Он прописан уже в аду. Адвентист. У него само название Адвентист. Ни одна секта так себя не начинала. Баптисты образовались из-за чего? Чтобы крестить в полное погружение взрослых. У них другого-то не было. Анна Баптизм назывался. А это образование от баптистов. Вышел Уильям Миллер и сказал, что в 1841 году Христос придет. Мир закончит существование. Понимаешь как? На лжи основанная секта. На лжи. А у баптиста под желание сделать как лучше. Это же большая разница. Ты когда будешь к баптистам приходить? А у нас одного баптиста хватит нам. У нас батюшка баптист. Он креститель, он крестит. Правильно. Единственное, что у вас сейчас правильное то, что это полное погружение. А я тут вот и написал то, что это с ложечки причащает. Ни к чему это неправильно. Потом сказал храм Евского Александра. Я говорю, что из чего это, Александр? Бог говорит, это мой дом Божий называется. Александра Евского. Еще из чего это он стал Александром Евского или Никольский храм? Ты о своем зяте Александре подумай. Он приезжает, хлеб ломает. И он епископом или священником себя провозгласил. Ты наведи с этим Александром порядок. Я сегодня после службы зашел. Таня меня взяла. И я с ним так поговорил, так он скажет, наверное, больше, чтобы я не приходил. Может сказать. Ты, говорит, своих детей у тебя и жена, и дети куда ушли? Туда-сюда. А меня учишь. Я говорю, ты куда? Где? Да пригласи меня. Куда ты ходишь-то? Я говорю, ты сегодня вот такой великий день, такой праздника вообще нет. В году. Где ты? Никуда не ходил? Никуда. В общем, я ему сегодня сильно наговорил. Нет, так он себя выдает-то за кого? Что он священнослужитель, приезжает в Корщины и там ломает хлеб и подает. Я ему все сказал это. Я говорю... Плакать надо о грехах своих. А что ты меня учишь? Что ты меня учишь вроде бы? Так а ты-то отец для него. Ты должен учить его. А ты, говорит, не учи меня. Я говорю, и буду учить. Ого, вот это да. Не учи меня. Ты где-то такое видал. Тесть это второй отец. Да, я так и понимаю. Он тебя называет отцом-то, папой? Ну, он иногда... Но сегодня называл я его так, так он Анатолий Кузьмич звал. А так иногда отец. Нет, Анатолий Кузьмич сегодня. А так иногда папа не называет, а отец. У нас такой Володя Устинов. На моей сестре женат. И мою маму никогда мамой не назвал ни разу. А у меня теща, Надежда Васильевна, мать была. Она только познакомилась. Мама и так естественно. Она заступается. И мы дружные. Я думаю, человек этот просто не осознает, какое сокровище получил. Не будь у тебя жены, сколько ты потерял бы? Она, говорит, положила начало стяжанию. Я еще иногда думаю, вот православные старообрядцы. Думаю, у тебя сестра и зять. И думаю, они не признают вас. Понимаешь, они признают, их заставляют. Они боятся. Они сказали, которые выше их, священник-то здесь. Мы вас причащать не будем. Ну и все. Ну а у вас не могут? Не могут. Причащаться? Ну они могут, но они не решаются. Вот сын, который Андрей, он женился на православных, из старообрядцев. Ну и все. Которые из старообрядцев к нам приходят, ничего не надо делать. Заходи и молись. А они, вот их епископ ко мне пришел на дом. Ну и я его приглашаю поесть. Он говорит, а у вас икона не такая. Ну я ему принес его старую икону. А нам с вами за одним столом нельзя сидеть. Ну я не говорю, я не буду обедать. Ты один-то пообедай. Ты же издалека, а то другого. Он начинает еще что-то. Я говорю, ты знаешь, придет нужда и говорит, у меня помойное ведро, около него будешь сидеть и поешь. Он сразу сник и говорит, ну конечно, по нужде то все съешь. так интересно получилось. Что тут заноситься-то? Ой-ой-ой. Надо быть дружественным со всеми. И говорить кротко. Иногда приходится строго говорить, конечно. Я ему, я ему даже, Таня говорит, ему сорок. Сейчас, Алла, разговаривай. Я сейчас прочитаю, ему сочинил тут четверо стихи. Так. Алевтина? А? Мы все записываем, выставляем в интернет. Ты не против? Против. Мы говорим все о хороших. Против? Я сейчас выключаю и ухожу. Толя тебе сейчас стих принесет, а я не буду... Скажи, у нас еще плохого-то нету. Мы божественно все говорим. Сейчас он принесет стих, который он Саше подарил. Ну, стих это хорошо. Поэзия уменьшает сердца. Ну, Таня у тебя, ой-ой-ой, какая она добрая. Вчера пришла, какой-то бальзам принесла и уже... Как она меня нашла? Я ушел так потихоньку, чтобы не видеть. Я же до конца-то не был на концерте. Пришла и прямо... Я говорю, ну, я не возьму, будет стоять бутылочка, а будет стоять в шкафу. Я не буду пользоваться, я не болею. У меня ничего не болит. Глаз, ну, больно, ну, не так больно. Я маленько-то вижу и все. Внутри болит, интересно. Внутри. И все это из-за Надежды Васильевны. Когда она пошла, хотела вытереть что-то там, а я только ногти постриг-то. Я говорю, я сам. И я резанул, и попала инфекция. Ногтем. Уже два года болит. Ну, мне какое-то лекарство дают, вот такое вот закапывать, чтобы, ну, этот, если гной попадает там, чтобы удаляло его. Это ничего не дает это. Но я еще вижу. Я каждый день святой водой промываю. Инфекция. А тем более мы далеко ездили. Я вот этот бутылек-то беру. Машина идет, там пыль. А я переворачиваю его так и в глаз один лежу. И сзади на сиденье так. Ну, какого? Машина там и пыль, и грязь. Ну, а по-другому никак. Я благодарю Бога за все. Есть люди слепые. Сейчас, говорят, показывал Володя, вот сегодня смотрел. Этот Ник Вуйщич, который без рук, без ног-то, он приехал в Россию. Да ты что? Да что? Там такие встречи. Тоже находятся люди без рук, без ног. И он их как утешает, и как говорит. Ну, многое говорит так-то-то обтекаемое. Не с грехом бороться, а вот как-то приласкать. Видимо, что вы настроили его. Я не знаю, к какой он в секте относится, но видно, что не православный. Он серб, из Сербии как бы. Родители то ли в Австралии были, или где по-английски говорит, как родной язык. Это, конечно, герой по жизни. Надо же, это так любить жизнь. О, так женился, женился. Какая красавица за него вышла. Ребенок вторым беременный, показывает сын. Дети нормальные совершенно. А когда он рождался, в это время отец стоял, принимал тоже роды, но вышел в коридор-то. Ему было плохо, он увидел, что ребенок рождается без руки. И он не мог поверить. Когда вышел, он говорит, что неужели без руки? Он говорит, что не то без руки, а без обоих рук и без ног. Отец лишился сознания, говорит. Или что? Вообразить нельзя. Ну иди читай. Да нет, он сказал, что, я слышал, что в интернет это не можно. Ну ладно, тогда ладно. То, что... Ничего нет? Нет, если я не хочу... Ну все тогда выключай, тогда мы отходим, если еще нет. Он просто... Готова. Продолжение следует...